Русские сказки Дорога в Гринлур Давным-давно в стране Респартия жила маленькая девочка по имени Карли. Карли была любимым ребенком всех членов ее семьи. С ней обращались как с принцессой, и все говорили, какая она милая. О, Боже, разве ты не прекрасна, как картинка? Действительно, маленькая Карли была хорошенькой, но все люди не понимали, что балую ее так сильно. Они делали ее чрезвычайно одержимой своей внешностью и красотой. Большую часть времени Карли проводила перед зеркалом, любое с собой. Больше она ничего не делала, не учила, не играла с друзьями. Когда она выросла, ее самовлюбленное поведение стало очень тревожить мать. Весь день она только и делает, что смотрит на себя в зеркало и разговаривает сама с собой, как будто она сходит с ума. Даже этот бедный мальчик-стюарт продолжает ждать ее. Карли, дорогая, иди помоги маме на кухне, ладно? Как ты прекрасна! Я могла бы смотреть на тебя весь день. Карли? Ах, что случилось, мама? Мне нужна твоя помощь на кухне, милая. Со временем Карли думала только о своей внешности. Больше она ни о чем не думала. Я занята, мама. Клянусь, эта девушка помешалась на себе. Неужели ей нет дела ни до кого другого? Нет, ей все равно. А? Кто это сказал? Меня зовут Айрис. Я ангел просветления. Твоя маленькая девочка довольно красива. Однако она не думает ни о ком другом, даже о своей собственной матери. Я знаю, я знаю. Но что же мне делать? Она никогда не слушает о том, что я говорю. Я помогу тебе. Просто делай, что я велю. И скоро Карли перестанет быть такой эгоистичной и беспечной. Отлично. Это точно поможет. Она разговаривает сама с собой. Похоже, мама сходит с ума. На следующий день, когда Карли проснулась, за окном ярко светило солнце. Щебетали птицы и в отдалении слышалось нежное журчание текущей реки. Карли направилась прямо к туалетному столику и обнаружила, что зеркало исчезло. А? Куда делось мое зеркало? Мама! Мама! Где мое зеркало? Я от него избавилась. Ты только и делаешь, что сидишь перед ним весь день. Что? Нет. Это несправедливо. Это для твоего же блага, дитя мое. Что же мне теперь делать? Как я когда-либо увижу свое милое личико? Милое личико. О, Карли! Что? Кто там? Иди ко мне, Карли. Зеркало. Увидев зеркало в лесу, Карли выскочила из дома и побежала за ним. Она посмотрела на себя и улыбнулась. Она была словно загипнотизирована своим отражением. Ку-ку. Ага. Ха-ха. Ха-ха. Пойдем со мной. И Карли прошла сквозь зеркало. Там ее встретило множество бабочек и птиц, летающих вокруг. О, здесь прекрасно. Привет, Карли. О, привет. Кто ты такая? Я Айрис. Пойдем, я тебе все покажу. Есть кое-что особенное, что я хочу тебе показать. Айрис повела Карли через лес к красивому замку. Замок Гринлоу. Внутри этого замка есть то, что тебе действительно понравится, Карли. Ура! Они вошли в один из залов замка, и внутри оказалось великолепное зеркало. Это же зеркало! Не просто зеркало, это зеркало восхищения. Для меня оно выглядит как обычное зеркало. Смотри внимательно. Ты увидишь, что оно покажет тебе то, чем ты восхищаешься больше всего на свете. Одни видят деньги, а другие много-много власти. Что ты видишь? Я вижу себя. И вот что я тебе скажу. Я действительно прекрасно выгляжу в этом красном костюме. Карли вошла в соседний огромный зал, заполненный множеством зеркал всех форм и размеров. Смотри, я коротышка. Очень высокая. Слушай, я такая круглая. Это так весело. Мне нравится этот зал. Идя по коридору и смеяясь над каждым своим странным отражением, она обнаружила, что стоит в самом конце зала, перед старым зеркалом. А что делает это? Это зеркало реальности. Иди, посмотри очень внимательно, и ты увидишь истинную реальность окружающего мира, Карли. О, нет, мама. Почему она выглядит такой грустной, измученной? Похоже, она заболела. Разве ты не заметила этого раньше? Нет. Именно тогда Карли поняла, как мало внимания она уделяет тому, что вокруг нее. Я должна быть более полезной маме и заботиться о ней. Мне нужно показать тебе еще один зал. Сюда. Куда мы идем? Я отведу тебя в башню Эха. Идем со мной. Нас ждет долгий путь вверх. И вот они поднялись по винтовой лестнице, которая шла все выше и выше и дальше, пока, наконец, не достигла башни Эха. В центре этой полой башни не было ничего, кроме бревна, лежащего на полу. Что? Что это такое? Это то, ради чего ты протащила меня сюда? Показать мне этот кусок дерева? О, нет, Карли. Подожди. Ах! Инкандо сермадор. Резалисо, Диана Кадорастя. Когда она сказала это, из бревна поднялся дух ангела. Привет, Карли. Я Диана. Привет. Скажи мне, что ты видишь в этом зеркале? Я вижу себя. Я выгляжу счастливой. А что теперь? Это же соседский мальчишка. Как его зовут? А, Стюарт, да. О, но он выглядит таким грустным и одиноким. А сейчас? Нет, это моя мама. Она выглядит такой грустной и больной. Почему это происходит с ними? Что же мне делать? С этими людьми было бы все в порядке, если бы ты нашла время оценить их. Твоя мать упорно трудится, чтобы у тебя была еда и одежда. Но каждый раз, когда она просила о помощи, ты игнорировала ее и была одержима своей внешностью. А как насчет Стюарта? Почему он грустит? Стюарту не с кем играть. Он хочет проводить с тобой время и играет с тобой, но у него никогда нет такой возможности. Теперь я поняла, я не должна так зацикливаться на своей внешности. Теперь я знаю, как много я упустила и что очень важно ценить других и быть доброй. Ну что ж, хорошо. Кажется, ты понимаешь ценность семьи и друзей. Сказав это, башня внезапно наполнилась грозовыми тучами и внезапно Карли оказалась в своей постели. О, боже, где я нахожусь? О, я вернулась домой. За окном ярко светило солнце. Щебетали птицы, и в отдалении нежно звучала текущая река. Ах, какой сегодня прекрасный день. Он идеален для того, чтобы выйти поиграть. И тут она вспомнила, что должна помочь матери. Ах, мама! Скажи мне, мама, чем я могу помочь тебе сегодня? А, сработало! Это действительно сработало! Ммм, не могла бы ты помыть посуду, милая? Конечно, мама. Кроме того, я думала пойти поиграть с соседом Стюартом сегодня вечером. Ха-ха-ха-ха! Конечно! Иди, веселись, моя дорогая! Итак, Карли выросла доброй и отзывчивой девочкой. Она помогала матери по хозяйству и ухаживала за маленькими птичками и животными в саду. Она даже начала регулярно заниматься и вскоре была лучшей по всем предметам в классе.